Музыка 101-ю годовщину со дня образования белорусской милиции отметил коллектив Барановического РУВД. Торжественное мероприятие состоялось в районном исполнительном комитете. В Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась респект встречи Дмитрия Строцева, поэт-издатель-исполнитель. Победа со счетом 6-5 над Брестским Титаном и второе место в турнирной таблице. Хоккейный клуб «Сталкер» завершил второй круг второго сезона областной любительской лиги «Берести». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». 4 марта свой профессиональный праздник отметили те, кому выпала честь достойно носить звание сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь. В этом году наша страна отметила 101-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Накануне в стенах районного исполнительного комитета собрались действующие сотрудники и те, кто находится на заслуженном отдыхе. Лучшие милиционеры были награждены грамотами, благодарностями и медалями «Сто лет милиции Беларуси». В воскресенье белорусская милиция отметила свой 101-й день рождения. По этому случаю в районном исполнительном комитете состоялось торжественное мероприятие, которое объединило всех сотрудников Барановичского РОВД. Милиционеры каждый год собираются, чтобы за добросовестный труд получить заслуженные грамоты, благодарности, памятные медали и очередные звания. Как правило, блюстители закона свой профессиональный праздник отмечают на боевом посту, но в трудовых буднях всегда найдется место для праздничного момента. В этот день в адрес сотрудников и ветеранов органов внутренних дел прозвучало много теплых слов. В этом году мы все вместе с вами отмечали 55 лет образования нашего районного дела внутренних дел. Отрадно отметить, что как в целом по стране наш районный отдел приумножает выработанные десятилетиями безупречные службы традиции, с учетом современных требований и условий эффективно решает поставленные задачи. По итогам работы за 2017 год, наш отдел на основе роста профессионального мастерства сотрудников, организованности, укрепления дисциплины и законности добился наиболее высокой эффективности в оперативно-служебной деятельности и занял достойное место среди аналогичных отделов внутренних дел Брестской области. Прошлый год оказался весьма продуктивным для стражи порядка, и сегодня работа сотрудников Барановичского РОВД признается на самом высоком уровне. Он был объявлен лучшим среди отделов Брестской области, на территории которых проживает не более 50 тысяч человек. В связи с чем, начальнику Барановичского районного отдела внутренних дел Эльдару Вильчковскому был вручен переходящий почетный приз имени генерал-майора милиции Валерия Сташенко. На достигнутом милиционеры останавливаться не собираются. Во все времена внимание общества в деятельности милиции было и будет самое пристальное. И сотруднику органов внутренних дел дано серьезное полномочие, дано право действовать от имени государства, им будет доверен за защитой прав, свобод и законных интересов людей. Отсюда и высокая мера личной ответственности правоохранителей и требований к деятельности нашей жизни. По завершению все участники мероприятия вернулись на свои рабочие места, чтобы и дальше поддерживать стабильную и контролируемую оперативную обстановку в зоне обслуживания. Уважаемые телезрители, 15 марта с 16 до 17 часов на базе Городищенского сельисполкома по адресу улица Вежновца, дом 1, состоится встреча заместителя председателя Барановичского районного исполнительного комитета Александра Николаевича Грицкевича с населением района. Предварительная запись осуществляется по телефону 44-62-36. В Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась респект встречи Дмитрия Строцев, поэт-издатель-исполнитель. На мероприятие были приглашены ученики гимназии номер 5, лицея номер 2, студенты БРГУ и солдаты Барановической войсковой части 7404. Это уже второй визит поэта в наш город. Первый состоялся во время открытия выставки Антоний Сурожский. «Жизнь для меня – Христос». Как будто птица, ты летишь куда-то, летишь, поешь, и Бог тебе навстречу, и Бог с тобой. И ты один за всех, и ты один за всех пред Ним в ответе, один за безнадежных и надежных, один за безязыких и языких, один как перст с Богом говоришь. Уже стала добрая традиция приглашать в Центральную библиотеку имени Валентина Тавлая творческих людей, не только нашего города, но и республики. В этот раз жителям Барановичей представилась возможность познакомиться с гостем из Минска, поэтом, издателем, членом Белорусского поэнт-центра и Союза белорусских писателей Дмитрием Строцевым. Накануне состоялась «Респект. Встреча» Дмитрий Строцев, поэт-издатель-композитор. На Барановичской земле он уже во второй раз. Первое знакомство состоялось в прошлом году. Неоднократно приезжаю в Барановичи, второй раз по приглашению в библиотеки. Первый раз мы привозили выставку митрополита Антония Сурожского. Теперь меня позвали со стихами. Я волнуюсь. Конечно, я давно занимаюсь поэтическим творчеством. У меня порядка восьми авторских сборников. Я выступал во многих странах, городах. И Баранович не последнее место для меня. Сегодня стихи Дмитрия Строцева переведены на белорусский, английский, французский, немецкий, иврит и другие языки. Он лауреат многочисленных литературных премий, русская премия, московский счет, премия Максимилиана Волошина. Поэт-основатель минского издательства «Виноград», издатель «Альманаха» и поэтической серии «Минская школа». Известен как эффектный исполнитель своих стихов. Свою особую манеру декламации он называет поэтическими танцами, в чем гости мероприятия смогли убедиться лично. Для встречи сегодняшние позвали самых разных слушателей. Я не знаю, кто эти люди. То есть я впервые с ними встречусь. И я даже не готовил специального выступления, программу как-то не выстраивал, потому что мне хочется почувствовать аудиторию и заговорить с теми людьми, которые придут. Во время встречи поэт смог по достоинству отметить работу сотрудников библиотеки, которые прививают вкус к чтению печатных изданий. И это век компьютерных технологий, когда гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, в частности электронные книги, заметил Дмитрий. Я, честно говоря, вот здесь в библиотеке, как бы снова вернулся в библиотечное пространство, потому что мне казалось, что библиотека, она как-то умирает, и все из дома не выходят, все читают, находят информацию в интернете, и даже любимые произведения. И был очень тронут тем, насколько здесь Барановская библиотека живет. Дмитрий Строцев выразил уверенность в том, что с поэзией нужно встречаться чаще, особенно представителям подрастающего поколения. Ведь для них поэтическое слово в будущем может оказаться прочным духовным стержнем. В Волковыске подтверждено заболевание корью у пяти человек. Еще три случая под подозрением. В Барановическом регионе сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация. Случаев заболевания кори нет. Уровень вакцинации жителей региона более 98%, превышает рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения. Последние два случая были зарегистрированы в Барановическом регионе в 2014 году. Жители нашей страны прививаются против кори согласно национальному календарю прививок дважды. Первый раз прививку делают малышу, когда ему исполняется год, второй раз в 6 лет. Специалисты рекомендуют тем, кто собирается в поездку за рубеж, обезопасить себя прививкой, если по той или иной причине человек избежал профилактической вакцинации. В Европе продолжается вспышка кори. Особенно осмотрительными нужно быть тем, кто планирует посетить такие страны, как Украина, Сербия, Румыния, Италия, Великобритания, Греция, Германия, Латвия, Польша, Франция, Швеция. К новостям спорта. Победа со счетом 6-5 над Брестским Титаном и второе место в турнирной таблице хоккейный клуб «Сталкер» завершил второй круг второго сезона областной любительской лиги «Бересте». О ледовых баталиях в следующем материале выпуска. 4 марта в Барановичском рядовом дворце состоялся зрелищный хоккейный матч между любительской хоккейной командой «Сталкер» из «Барановичей» и «Титан» из города Бреста. Игра проходила в рамках второго круга Белорусской любительской хоккейной лиги. Первый период игры заставил понервничать барановичских болельщиков со счетом 2-0 в пользу Брестского Титана команды ушли на перерыв. Однако с самого начала второго периода ход игры начал меняться коренным образом и уже на пятой минуте второго периода счет удалось сравнять 2-2. В течение второго периода баланс сил переходил от одной команды к другой. Итог второго периода 4-4. Третий период окончательно расставил все точки и со счетом 6-5 победу удержала барановичская любительская хоккейная команда «Сталкер». Порадовали зрителей голами, тоже хорошо. Такие счета не всегда присутствуют. Ну как бы победа есть победа. Заходим в плей-офф и через три недели будем играть в плей-офф с третьей командой, с командой «Пружаной». По результатам серии игр второго круга барановичская хоккейная команда «Сталкер» вышла в плей-офф. Игры в рамках которого начнутся 9 апреля. Первая игра в плей-офф предстоит с командой «Испружан». По результатам игр в плей-оффе далее пройдут четыре команды, которым в свою очередь придется побороться в полуфинале и финале. Первая игра плей-оффа будет проходить в городе Барановичи, поэтому приглашаем всех желающих прийти и поддержать барановичскую хоккейную команду. Ведь болельщики, как никто другой, может настроить игроков на хорошую игру. Впереди белорусов ожидают большие выходные с 8 по 11 марта. Прием в барановичских поликлиниках будет вестись без переносов. 9 марта – рабочий день. Определила график работы отделений почтовой связи и Белпочта. 8 и 11 марта будут открыты только дежурные отделения, 9 и 10 все, по установленному режиму. Изменит расписание общественный транспорт. Скорректирован график перевозок по ряду междугородных маршруток. В частности, 7 марта транспорт будет работать по графикам пятниц. 8 марта – суббот. 9 и 10 марта – будних дней. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok